Пенза – чудо десятое свет. Мест в России загадочный нет. Если где-то живут без поэтов, то здесь каждый десятый поэт. Стихотворения о Пензе и Сурском крае звучат со сцены в детском исполнении. Все эти школьники принимают участие в финальном этапе городского конкурса чтецов «Чувство слова». По условиям творческого турнира представителям младшей возрастной категории нужно было выучить и рассказать произведения поэтов, которые живут и творят на пензенской земле. Конкурс традиционно проводится с целью патриотического воспитания, вот так вот средствами литературного чтения, поэтического творчества. Мы как раз учим детей любви к родине, к своей культуре, к своим ценностям. Многие конкурсанты выбрали для творческого состязания произведения зареченских поэтов. Ученик гимназии номер 216 «Дидакт» Николай Косачев рассказал стихотворение, которое написала его мама Екатерина Арзютова. Шел по братской лось рогатый, не спеша, шурша листвой, возвышаясь над оградой и качая головой. Николай выбирал из нескольких стихотворений, но остановился именно на этом, потому что любит лосей. На сцене юный декламатор постарался создать яркие образы и передать эмоции зрителям. Я пытаюсь как-нибудь так играть глазами, показывать руками какие-нибудь наипростейшие образы, вот, и пытаюсь как-то голосом, интонацией выделять каждое слово какой-то эмоции. В заключительном этапе городского конкурса «Чувство слова» принимают участие победители отборов, которые прошли в школах. Многим чтецам готовиться помогали родные и педагоги. Мама мне помогла выбрать стихотворение «Крайно шпинденский». Это сложное стихотворение или нет? Долго ты его учил? Ну, я пока не понял, сколько. Ну, не знаю, год, два, три дня, как это было? Ну, один вечер. Конкурс «Чувство слова» прошел в очном формате впервые после двухлетнего перерыва. В период коронавирусных ограничений дети записывали свои выступления на видео и отправляли организаторам. Читать стихотворение со сцены гораздо интереснее, признаются участники. Я сто раз читала, много раз. А почему тебе нравится на сцене выступать? Просто так смотрят красиво, что вот как будто вот сейчас прям диплом дадут, и мне очень нравится. В творческом турнире принимают участие более ста человек – школьники с первого по одиннадцатой классы. Конкурсные прослушивания будут идти два дня. Церемония подведения итогов состоится 25 ноября. Ксения Тризна, Вячеслав Кюртаев, Телерадио, компания «Заречный».